Вот ты, бабушка, скажи, что по-твоему есть дом? Ну, там стены, потолок, печка, кот на лавке, правильно? Вот тебе и у-у-у, правильно, да не совсем. В доме еще счастье должно быть. А что есть счастье в доме? Не м-м, а счастье. Счастье, счастье, это мы, домовые. И печка побелена, и огонь не жаркий, полы подметены, и дорожки чистые повсюду лежат. Одним словом, тишь да гладь и полная благодать. Продолжает свой диалог с Бабой Ягой, герой кукольных мультипликационных фильмов «Домовенок» по имени Кузя. Сегодня за порядком нового музея «Киберсказка», открывшемся в июле этого года в Петербурге, следит он и его коллеги по цеху сказочного мира. Музей оживили, осовременили, наделили голосом не только персонажей русских народных сказок, но и главных героев мультфильмов и кинофильмов. Знаю я, что у Матроскина в посылке мыши у него там, компьютерные. У нас больше 30 персонажей сказки «Папа Карла». Ну, если мы берем отдельный зал, то это полностью сказка о царевне лягушке. С Иваном Дураком, Бабой Ягой, Змеем Горынычем, Кикиморой, Печкой, Колобком, Машей Медведь, Царевна Лягушка, Сама, Кощей Бессмертный. Во втором зале независимые друг от друга экспонаты. Ну, если брать сказки, это «Папа Карла и Буратино», «Домовенок Кузи, Баба Яга», «Почтальон Печкин». Это если сказки. Если брать кинофильмы, это герои Ильфа и Петрова, здесь председатель фунт и Паниковский. На входе гостей встречает аист-экскурсовод. Он не представитель сказочного мира, скорее анатомический экспонат. Глядя на него, догадываешься, что попал не просто в сказку, а именно в киберсказку. Боб Марли, Буратино, Папа Карла или собирательный образ секретаря. Все экспонаты создавала единая команда мастеров. Художник, столяр, инженер-механик, инженер-электрик, программист, швея, специалисты по озвучке, изготовлению парика и, конечно, скульптор по дереву. Создание одной куклы – процесс трудоемкий. На изготовление каждой уходит два месяца. Вот вы тут ходите вокруг меня, туда-сюда, туда-сюда, как тигр какой. Куклы музея общительны. У каждой свой уникальный текст. Присутствуют в их речи и нотки юмора, что неудивительно. Озвучкой занимались КВНщики. Каждый экспонат заслуживает отдельного рассказа. И хотя запрограммированы они давно, удивляют посетителей и сотрудников музея до сих пор. Для меня они все необычные. Например, наш меломан на днях заговорил на физическом языке. Вот, чем удивил не только посетителей музея, но и экскурсоводов, потому что раньше он своих познаний в финском языке не проявлял. Кроме рассказа об истории музея, посетителя ждет знакомство с интерьером залов. После нескольких водных слов о каждом экспонате – остановка у чуда-макета, который пестрит персонажами сказок Пушкина, Божова, Крылова и русских народных сказок. Есть музей и зал, посвященный сказке о царевне лягушке на современный лад. Создатели попытались пофантазировать, что стало с любимыми сказочными персонажами детства после года совместной жизни. И слова ему не скажи, и сковородкой не маши, обиделся, уколся. Пока коллекция приживается на новом месте, планы на дальнейшее развитие уже появились. Да, планируется. Причем не только нашими экспонатами, но у нас, например, выставляется мастер Александр Гитсон, специально для нас сделал макет города сказок. На нас иногда выходят другие гениальные мастера, которые предлагают пополнить нашу коллекцию. Ну и, конечно, мы потихоньку тоже будем обновлять экспонаты, но, наверное, это произойдет не раньше, чем через год, потому что мы должны дать возможность жителям города посмотреть пока то, что есть. ДИЖЕЙ БЕСМЕРТНЫЙ! Вставай, давай, вставай! Анастасия Голубнича, Захар Киселев, интернет-целевидение, Город Плюс.